В этом году Азербайджан отмечает десятилетие Бакинского процесса. Эта инициатива поддерживается ООН и другими влиятельными международными организациями. Бакинский процесс является уже важной частью мировой повестки дня. О значимости этой инициативы мы поговорим с гостем нашей студии, политологом Тофиком Аббасовым. Здравствуйте, Тофик Мелли. Здравствуйте. Как за эти годы Бакинский процесс смог себя проявить? Вы знаете, Бакинский процесс в своей генеральной конфигурации отображает приверженность азербайджанского народа, азербайджанской политической элиты к ценностям равноправия, сосуществования, сотрудничества и здорового взаимообогащения. Потому что есть разные типы взаимообогащения. Деструктивные силы, они пропагандируют зло, разрушение, хаос. И напротив, конструктивные силы всегда обмениваются важными идеями, инновационными технологиями с тем, чтобы облегчить жизнь людей, создать предпосылки для мирного сосуществования надолго наперед. И поэтому 10 лет назад, когда президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев инициировал вот этот Бакинский процесс, именно вот эти мысли, эти расчеты и были заложены в основу огромного программного действия. И сейчас, спустя 10 лет, мы видим, что действительно Бакинский процесс не только состоялся, а он стал хорошим примером для международной практики с тем, чтобы создавать мосты взаимодействия, собирать воедино людей, которые мыслят глобально, мыслят перспективно и умеют строить будущее. В этом плане не случайно, что на этих форумах Бакинского процесса всегда участвуют очень знаковые люди нашей современности. Это и лауреаты Нобелевской премии, это бывшие президенты и главы правительств, министры. Очень важные люди, которые своим творчеством, своими идеями, они именно создали баланс в нашем неспокойном мире. И умеют они это делать, и опять же, загодя, чтобы создавать основу нашего будущего. И в этом плане я более чем уверен, что Бакинская площадка, она уже является одной из авторитетных в мире. Даже вспомним практику последних лет, когда под эгидой Организации Объединенных Наций в Баку проходил важный, большой, огромный форум цивилизации. Другие форумы проходили. И непременно на них участвовали очень активные люди, политики, действующие, отставные, которые умеют поймать именно изюминку важного, актуального диалога. И, собственно говоря, Бакинский процесс, он является одной из важных площадок международного, одного единого глобального диалога. То есть, его надо все время поддерживать, чтобы предотвращать риски, опасные вызовы и создавать предпосылки для мирного сосуществования. Глава государства Ильхам Алиев в своей речи подчеркнул, что бакинским процессом мы хотим, чтобы не только в Азербайджане, но и во всем мире царили стабильность и согласие. Чего добилась в этом направлении наша страна? Вы знаете, вообще будет неполным разговор, если мы не вспомним о том, что происходит внутри самой страны. Потому что мы выносим на всеобщий обзор именно наши внутренние наработки. То есть, внутри Азербайджана у нас действительно наличествует обстановка полного взаимопонимания. Потому что азербайджанское общество и азербайджанцы – это не одна нация титульная. Это много наций, это много конфессий, это люди разных взглядов, которые умеют выстраивать отношения между собой. И поэтому наш глава государства постоянно говорит о том, что мультикультурализм является образом жизни нашего народа. То есть, мы издавна и сейчас в наших современных условиях умеем наладить такой режим, создать такую атмосферу, когда действительно люди свободно общаются, вне зависимости от того, что у них разные религиозные взгляды, разные традиции, у них разные этнические корни. И поэтому у нас есть полное право говорить о том, что мы все азербайджанцы вместе, то есть, жители современного Азербайджана, уже смогли выработать какую-то новую свою идентичность. Это открытость к внешним тенденциям, которые действительно являются очень позитивными, очень обнадеживающими. С другой стороны, мы можем привносить разблокирующие элементы в трудные процессы, в трудные тенденции. И поэтому, заимев вот такой внутренний свой опыт, создав свою модель, скажем, сосуществования, свою модель мультикультурализма, мы уже полным правом это выставляем на всеобщий обзор и показываем, что мы смогли найти путь к решению многих проблем внутри своей страны. То есть, это было и в прошлом, это и в настоящем. То есть, вы знаете, вот межнациональные отношения, межрелигиозные отношения, это проблемы, которые не имеют полного завершения. То есть, с ними надо заниматься постоянно, потому что есть какие-то деструктивные элементы, которые иногда нарочито пытаются обострить обстановку в той или иной стране, создать, скажем, обстановку хаоса, чтобы потом добиться реализации своих сомнительных каких-то интересов и так далее. И поэтому любая умная, дальновидная власть, она всегда, во-первых, умеет высчитывать расчеты будущего и идет на опережение. То есть, предвосхищает возможные трудности. И в этом плане Азербайджан, я считаю, что это очень успешная страна, которая смогла создать свою модель внутреннего азербайджанского дома. Это модель сосуществования и мультикультурализма, и которая не стесняется и выставляет это, значит, вот как бы на экспорт. Потому что уже не мы об этом говорим, а говорят наши партнеры, наши друзья, что нам бы вот вашу традицию. Традицию, во-первых, толерантности, традицию сосуществования и традиция, значит, приумножения вот тех позитивных мотивов. Все это, конечно же, оказывает огромное влияние на международный авторитет Азербайджана. Наряду с этим нашу страну избрали членом межправительственного комитета ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия. Как можно оценить оказанное Азербайджану доверие? Я думаю, что вот это тоже есть в своем роде очень важный прорыв. То есть, возможно, кому-то покажется, что это незначительный какой-то успех. Ну, а в самом деле это тот самый успех, который раскрывает именно сущность формулы, которая является успешной для внутриазербайджанского дома. То есть, для нас все то вечное, доброе, полезное, что рождено гением, скажем, наших людей, нашей интеллигенции, наших народных умельцев, это все важно, потому что мы даем возможность людям для самовыражения. И люди разные по своим способностям, по своим видениям, по своим вкусам. И если они умеют реализовать свои личные качества, свой духовный потенциал, творческий потенциал, свои моральные какие-то видения, то это прекрасно. Значит, это как раз-таки вот наш прорыв в ЮНЕСКО на уровне этой престижной организации показывает, что все, что мы делаем внутриазербайджанского дома и та обстановка, которая у нас здесь существует, она более чем презентабельная, она более чем полезная, исходя из вызовов будущего тоже. То есть, надо не мешать людям создавать и материальные блага, и какие-то творческие блага. И на этой вот волне всегда рождается многообразие. То есть, многообразие внутри азербайджанского дома и многообразие, которое существует вне наших национальных рубежей, это вот то самое между, две категории, между которыми должны быть всегда связующие мосты. Потому что из многообразия всегда формируется единство. То есть, единство не исключает многообразие, и наоборот, одно дополняет другое. И в этом плане я считаю, что вот наш путь, который мы избрали, вот наша стилистика действий, она более чем позитивная, она более чем многообещающая для будущего. И поэтому с каждым годом растет поток людей, которые приковывают внимание к Азербайджану. И это туристы, это, значит, люди, представляющие, скажем, научный мир, глобальный научный мир, которые приезжают в Азербайджан, завязывают новые отношения с нашими представителями. И вот на волне этих взаимных интересов рождаются новые инициативы. Это похвально. Благодарю вас за ответ. Спасибо. О вкладе Азербайджана в утверждение идей толерантности, а также в стабильность и безопасность во всем мире мы говорили с политологом Товиком Аббасовым.